МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утверждена Барановическая городская комиссия по выборам президента. В прошлом году было построено 272 станции обезжелезования в сельских населенных пунктах. До 2025-го планируется строительство 1461 станции также в сельской местности. Меланома – это вид рака кожи. Он встречается не так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее опасен. Ежегодно во всем мире регистрируется свыше 130 тысяч случаев заболеваний меланомой. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В Беларуси на 20 мая выздоровели и выписаны 11 415 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Зарегистрированы 32 426 человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено 387 673 теста. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 179 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией. 19 мая состоялось совместное заседание Президиума Горсовета депутатов и Горисполкома. В ходе заседания была образована Барановическая городская комиссия по выборам президента Республики Беларусь в составе 13 человек. При этом большинство претендентов выдвинуты от общественных объединений, политических партий путем подачи заявлений от граждан. В соответствии с Конституцией Республики Беларусь постановления Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь выборы Президента Республики назначены на 9 августа 2020 года. Барановическая городская комиссия по выборам президента Республики Беларусь образована и утверждена 19 мая в ходе совместного заседания Президиума Горсовета депутатов и Горисполкома. Рассмотрев протоколы, поступившие от руководящих органов городских политических партий и других общественных объединений, заявления избирателя о выдвижении представителей в состав Барановической городской комиссии по выборам президента Республики Беларусь на основании статей 24, 34 и 35 избирательного кодекса Беларуси Президиум Барановического городского совета депутатов и Барановичской городской исполнительный комитет решили образовать Барановическую городскую комиссию по выборам президента Республики Беларусь в составе 13 человек Основными критериями при включении претендентов стали опыт общественной политической деятельности умение работать с людьми и организаторские способности 21 мая состоится первое заседание на котором будет избран руководящий состав и определен порядок работы Госэнергонадзор напоминает, что потребители тепловой энергии владельцы теплоисточников мощностью 50 кВт и более имеющие принудительную циркуляцию теплоносителя а также теплоисточники мощностью более 100 кВт независимо от мощности установленных в них котлов обязаны проверить готовность к работе систем теплоснабжения и источников тепловой энергии к работе в озене зимний период Потребители тепловой энергии и энергосберегающие организации должны выполнить ревизию запорной арматуры провести гидравлические испытания и промывку водоподогревателей тепловых сетей, систем отопления, теплопунктов, систем вентиляции Обязательно следует восстановить теплоизоляцию трубопроводов фланцевых соединений, запорной арматуры, теплообменных аппаратов провести проверку манометров и приборов учета тепловой энергии Владельцы теплоисточников с суммарной мощностью котлов 200 кВт и выше должны получить заключение Госпромнадзора о готовности к работе в осенне-зимний период Все подготовительные работы должны быть завершены в сроке установленные графиком регистрации паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 года, но не позднее 20 сентября текущего года Регистрация паспортов готовности после 30 сентября не допускается В прошлом году было построено 272 станции обезжелезования в сельских населенных пунктах До 2025 года планируется строительство 1461 станции также в сельской местности Подробности далее В Беларуси до 2025 года будет построена 1461 станция обезжелезования в сельских населенных пунктах В прошлом году было построено 272 таких объекта Финансирование строительства осуществляется за счет средств республиканского и областного бюджетов при их равнодалевом участии В 2019 году на строительство станции обезжелезования было потрачено 25 миллионов рублей из республиканского бюджета и 28 миллионов рублей из местных В таких же пропорциях и в таком же размере предусмотрено финансирование на текущий год В настоящее время разрабатывается государственная программа «Чистая вода» на 2021-2025 годы Одну из основных задач которой будет строительство станции обезжелезования До 2020 действует госпрограмма «Комфортное жилье и благоприятная среда» Согласно одной из ее подпрограмм, с 2018 по 2020 год в стране построят более 700 станций обезжелезования На эти цели за последние три года направят более 150 миллионов рублей В настоящее время Беларусь тесно сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития и со Всемирным банком по реализации проектов в сфере водоснабжения и канализации Среди проектов – реконструкция очистных сооружений и канализации, строительство биогазовых комплексов, реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов и строительство станции обезжелезования Межрайонные центры по оказанию высокотехнологичной травматолого-ортопедической помощи организуют в регионах Это будут центры с подготовленными травматологами-ортопедами, оснащенные в соответствии с теми задачами и объемами помощи, которая будет оказываться в данных учреждениях Это позволит максимально ускорить помощь пациента в случае каких-либо происшествий и травм Травмы, отравления и другие несчастные случаи представляют одну из основных угроз для населения всех возрастов и наносят ущерб государству В структуре смертности в течение последних 12 лет травмы занимают четвертое место Меланома – это вид рака кожи Он встречается не так часто, как другие виды рака кожи, но наиболее опасен Актуальность данного заболевания в последние годы становится все выше и выше По данным ВОЗ, заболеваемость меланомой кожи за последние 50 лет возросла в 7 раз Ежегодно во всем мире регистрируется свыше 130 тысяч случаев заболеваний меланомой, а умирают от нее около 48 тысяч человек На сегодняшний день в Республике Беларусь выявляется 700 первичных случаев меланомы День профилактики меланомы проводится в рамках общей европейской кампании «Евромеланома-2020» Основная цель мероприятий – привлечь внимание общественности, медицинских работников к проявлениям и ранней диагностики и профилактики онкологических заболеваний кожи Меланома – это злокачественная опухоль, которая развивается из пигментных клеток Образуется на коже, иногда на слизистых оболочках и на сетчатке глаз По словам заведующего отделением профилактики Барановической центральной поликлиники Галины Жлобич, меланома – самая агрессивная из всех известных опухолей Она быстро образует местостазы, после чего считается практически неизлечимой Доля меланомы в структуре онкологических заболеваний составляет всего 2,3%, но на нее приходится 75% всех смертей от рака кожи Чем раньше выявлена меланома, тем больше шансов на благоприятный исход С этой целью учреждения здравоохранения оснащаются новым высокотехнологичным оборудованием Заведующий поликлиники Барановического городского кожно-венерологического диспансера Людмила Громаковская обратила внимание на то, что в настоящее время в диспансере имеется дерматоскоп для клинического исследования пигментных образований кожи Случаи появления образований на коже, которые стали беспокоить, таких как зуд, жжение, боль, покраснение, изменение размеров, кровоточивость Любое изменение в цвете, появление корочек, трещинок необходимо обратиться в Барановический кожный венерологический диспансер Справки по телефону регистратуры 47 78 52 Учитывая сложившуюся эпитетуацию по COVID-19 просьба к населению в настоящее время обращаться в лечебное учреждение только в экстренных случаях В целях профилактики желательно не травмировать родинки, периодически их осматривать, не посещать солярии Соблюдать правила пребывания на солнце, пользоваться защитными кремами Православные верующие сегодня празднуют явление Жировической иконы Божьей Матери Одной из наиболее почитаемых святынь в Беларуси Икона находится в Успенском соборе Жировического монастыря и считается покровительницей Беларуси Святыня почитается православной и греко-католической церквями как чудотворной и входит в число 100 самых значимых и почитаемых православных образов мира Чудесное явление иконы и чудотворение, начавшееся от нее, сделали Жировичи местом паломничества Чудотворный образ влек в себе людей из окрестных деревень и далеких краев И по вере своей они получали исцеление от тяжелых недугов и помощь в сложных жизненных обстоятельствах Ныне, как и сотни лет назад, к стенам Жировического монастыря поклониться святыне идут верующие не только из Беларуси, но и Украины, России, стран Балтии и Польши Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск Всего вам доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин